Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами продолжаем вспоминать молитвенно чтить замечательный, великий 20 праздник Успения Пресвятой Владычицы Богородицы, столь дорогой сердцу русского православного человека. Недаром в честь Успения построено, посвящено этому празднику такое количество и православных монастырей, начиная от древнейшей обители, колыбели всех прочих иноческих обителей на русской земле, Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые сейчас временно переживают, к сожалению, такие трудные дни, сократит их Господь по своей милости и любви к православным христианам, когда ее пытаются захватить люди совершенно чуждые православию, православной вере, и заканчивая множеством храмов в честь Успения и Собора Успения Пресвятой Богородицы, Центрального храма Трои Церкви Лавры, где мы сейчас находимся и откуда записываем эту беседу. Но, конечно, такой отправной точкой всех этих традиций, всей этой нашей любви к Пресвятой Владычице является, конечно, Святая Земля, Иерусалимская Церковь, ее древние святыни и, в частности, гроб Пресвятой Владычице Богородицы. Древняя традиция Иерусалимской Православной Церкви, она повторяла собою в праздновании Успения, как бы вот то шествие, которое совершалось святыми апостолами из дома Иоанна Богослова на Сионе и до той фамильной семейной усыпальнице Пресвятой Богородицы, которая находилась в Кедронской долине, в месте, которое называется сейчас Гефсимания, а в основе этого уже измененного греческого названия лежит еврейское название этого места, которое называлось Гадшманим, что в переводе означало маслячный пресс. Ну, как мы однажды уже рассказывали, когда повествовали о Иерусалимской горе и ее святынях, вот вся Иерусалимская гора была покрыта, ну, такими, как бы сейчас сказали, коммунальными общего пользования садами оливковыми. Это были такие иерусалимские огороды. Понятно, что в узких улочках каменного старого города жители Иерусалима никогда не могли бы вырастить никаких ни овощей, ни тем более оливковых деревьев, которые играли такую большую роль вообще во всей жизни древнего Иерусалима, да и сейчас продолжают играть. И поэтому, конечно, жители города, они в основном какие-то свои такие сельскохозяйственные угодья располагали за его пределами. Одним из самых мест удобных для этой цели являлась Иерусалимская или Оливковая гора, на которой произостали вот эти принадлежавшие жителям Иерусалима сады. Ну, и осенью, когда пройдет первый дождик, собьет с оливок пыль, начинался их сбор. Обычно это где-то в середине октября происходит, по нашей русской традиции, после покрова. У нас в России, так сказать, считаются приметы добрые, когда на покрова выпадает первый снег, а в Иерусалиме на покрова ждут первого дождя, который омоет и вот летнюю пыль, и пыльцу отцветения с вот этих плодов оливы, маслины, и можно будет приступить к их сбору. А свозили их вот вниз в Кедронскую долину к этим самым прессам. Это были такие довольно большие и сложные, на самом деле, такие устройства, включавшие в себя такие каменные давильни с большими такими жерновами, в которых разбивались, выдавливались эти оливки, получалось масло первого отжима. Оттуда вели такие специальные, выложенные из камня каналы, которые наполняли большие, опять же, каменные, оштукатуренные бассейны, в которые собиралось это масло, текшее из масла давилен, и потом уже распределялось между их хозяевами, которые употребляли это масло и в пищу, и для всевозможных натираний, что тоже было довольно важно в условиях этого жаркого климата. Натирали маслом и волосы на голове для того, чтобы они оставались яркими, блестящими, таким образом, так сказать, смывали, как бы стирали с них пыль, которой очень много на Святой Земле, выше такой степени уважения к гостю было омыть его ноги и натереть его, натереть их маслом, что, конечно, было большим облегчением после тяжкого такого пути, ну и в лекарственных, конечно, целях это масло употреблялось, и, как мы знаем из притчи о добром саморянине, ну и, конечно, для освещения. Основным средством освещения были масляные лампады, которыми освещались дома, освещались улицы, когда нужно было пройти в ночное время из дома в дом. Путники несли с собой такие особые формы лампадки глиняные, которых очень много до сих пор находят на Святой Земле, в отверстие которых вставлялся фитилек, сами не наполнялись богоуханным оливковым маслом, таким образом освещали путь. Вот в этом чудесном месте в Гефсимании с глубокой древности находилось и такое место погребения, где хоронили своих предков еще ханаанцы и евусеи, первые обитатели этих мест. Там же стали погребать своих дорогих усопших и еврейские жители Иерусалима, и, в частности, вот в Гедронской долине, в Гефсимании находилась и гробница родителей Пресвятой Богородицы Акима и Анны. Поэтому там же была погребена и Пречистое Дева. Древняя Иерусалимская церковь совершала вот это символическое шествие с Сиона Гефсиманию, вспоминая то, что сделали святые апостолы, чудесным образом по молитве Пресвятой Богородицы, собранные со всех концов земли, где они находились, совершая свою апостольскую проповедь, и на воздущих, на облацах были перенесены в Иерусалим, собраны здесь для того, чтобы принять участие в погребении их как бы общей духовной матери, успеть попрощаться с нею, получить от нее последнее такое прижизненное благословение. И, как мы знаем, у нас есть довольно такое подробное, надо сказать, описание этого события, сделанное священномучеником Дионисием Арипагитом со слов его духовного отца и учителя богоносного Иерофея, который также присутствовал при этом событии, поэтому нередко и святой Иерофей, и святой Дионисий изображаются на иконах Пресвятой Богородицы в лике остальных предстоящих гробу святых апостолов и церковных учителей. Там же можно видеть апостола Петра и апостола Павла, Иоанн Богослова и прочих апостолов, за исключением Фомы, о чем мы скажем чуть позднее. Там же зачастую мы видим изображение какого-то такого странного маленького человечка в такой условно-восточной еврейской одежде, руки которого пристали ко гробу, будучи отрубленным мечом ангела. Довольно нередко на иконах Успения присутствует этот сюжет, который также можно прочесть вот в описании в синопсисе на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это некий священник по имени Афоний, который был участником еврейского заговора, пытавшегося ну как-то скандализировать вот эти чудесные события погребения Пресвятой Девы, на которые собралось огромное количество христиан из окрестностей и со всего света. Однако промыслом Божьим, как мы знаем, вся эта процессия, поющая, была покрыта тоже таким знаменем виде облака. Но вот самый дерзкий из участников этого заговора, самый сильный Афоний, который хотя, подобно прочим, и не видел процессии, однако слышал поющие голоса вот в этом тумане, покрывшем их в этом облаке. Он ринулся на звук и сумел действительно вцепиться в гроб Пресвятой Богородицы для того, чтобы, отличаясь очень такой большой физической силой, его опрокинуть. Это преступное намерение было пресечено архангелом Архистратига Божией, мечом Архистратига Божия Михаила, и руки несчастного святотаться повисли, будучи отрубленными приставка гроба Пресвятой Девы. Однако после принесенного покаяния Афоний был исцелен и сделался христианином. А шествие продолжило свой путь в Гефсиманию, где и была погребена Пречистая Дева. И явившийся позже прочих святой Фома, апостол уже не застал Пресвятой Богородицы. Он опоздал, как это было у него, видимо, в обыкновении, и пришел, когда Матерь Божия уже лежала во гробе. Однако по его неотступным просьбам, поскольку он очень желал в последний раз увидеть ту, которая являлась драгоценностью для всей христианской церкви, тяжелый камень был отвален от гроба, святой Фома вошел внутрь, однако не застал там тело Пресвятой Богородицы, которое было воссоединено с ее Святой Душой, и ныне, подобно ее Сыну, она пребывает и своей измененной, обожженной плотью, и своей Святой Душой нераздельно пребывает в Царстве Небесном, откуда постоянно отлучается для того, чтобы утешать, укреплять и защищать христиан, продолжающих оставаться на этой земле. Но зато благодаря Святому Фоме мы имеем вот такое вот уверение в том, что произошло такое чудо вознесения Пресвятой Богородицы на небо, и говорят, что в утешении Матерь Божия оставила или даже сбросила Святому Фоме свой пояс, который с тех пор тоже хранился как великая такая святыня, православную церковь, а вот то место, на котором Святой Фома удостоился этого благословения, сейчас находится в саду русской гефсиманской обители в честь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. И те, кто посетит этот монастырь, могут, ну, заручившись благословением, одобрением сестер, пройти на эту закрытую частную территорию и поклониться вот такой вот древней святыне, такому вот одному из священных воспоминаний, сохраненных Иерусалимской Православной Церковью. Но судьба самого гроба Пресвятой Владычицы Богородицы довольно драматична. Люди, которые сейчас приходят для того, чтобы поклониться пустому, но в то же время живоносному, как и гроб Господень, гроба Пресвятой Владычицы, они иногда как-то впадают в какое-то такое недоумение. Неужели вот этот какой-то странный, находящийся в низине подвал является древней, с плоской крышей является какой-то вот такой вот древней христианской святыней? Ну, к сожалению, надо сказать, что сейчас мы с вами можем посетить и видеть только нижнюю часть древнего храма в честь Успения Пресвятой Владычицы Богородицы, нижнюю часть, собственно, где располагалась сама гробница. Первый храм, как мы знаем, на этом месте был построен еще в конце IV века, затем перестроен в V уже патриархом Иерусалимским ювеналием и имел, в общем-то, вид, пускай небольшой, но вполне понятный и знакомый нам византийской базилики. Однако персы разрушили эту прекрасную церковь, хотя основание осталось неизменным. И сейчас это, собственно, храм VI века, один из тех, которые VI-VII века, которые сохранились до нашего времени, будучи перестроены патриархом Модестом, возобновителем Иерусалимских святынь в 617 году. Нижний храм имеет форму креста, изначально имел форму такую крестообразную. Гробница Божьей Матери была отсечена от остальных погребений проходом, в котором впоследствии образовался алтарь. Ее гроб был выделен вот в такую отдельную кувуклю, подобно тому, как и это сделано с гробом Господним в храме Воскресения в старом городе Иерусалима. Сюда приходили христиане для того, чтобы поклониться этому гробу, вспомнить заступницу всего мира, принести ей свои молитвы. Но, надо сказать, приходили и не только христиане. Мусульмане также не стали из такого благоговения и уважения к этой святыне превращать этот храм в мечеть. Однако, как это было нередко в первые времена и века мусульманского завоевания, оставили за собой право приходить сюда и совершать положенные свои молитвы, намазы, тогда, когда также пожелают почтить память Сити Мариам, Девы Марии, как они ее называют. У них очень такое глубокое тоже благоговение к Деве Марии, основанное еще на обстоятельствах так называемого Альмираджа, когда Магомед чудесным образом возносился на седьмое небо, где он, так сказать, на пятом встретил чернокожего Мусу, на шестом встретил Ису, то есть Моисея и Иисуса, а на седьмом удостоился беседовать с Аллахом и видел кого-то странным образом похожего на него самого. Удивительно, кто бы это был. Но вот во время этого чудесного вознесения, которое у мусульман называется Альмирадж, он, посмотрев вниз в сторону Иерусалима, по преданиям это происходило от мечети Аль-Акса, от дальней мечети, находящейся на храмовой площади Иерусалима, он посмотрел вниз и видел сияние, исходившие от гробницы Девы Марии. Поэтому это место было также священным для мусульман, и они буквально рядом, вот с правой стороны, от гроба Девы Марии устроили так называемый михраб, то есть молитвенную нишу, которая указывает правоверным место направления их молитвы, ну, в направлении Мекки, как мы знаем, они совершают свои моления. Поэтому, как это было нередко, как мы уже говорили, для вот самых первых веков мусульманского владычества, на Святой Земле довольно часто можно было видеть, когда мусульмане приходили в положенное для их молитвы время и в благоговидном поклоне, совершая свое молитвенное почитание, вполне, на самом деле, похвальное, без всякой уже иронии, Деве Марии. Надо сказать, иногда с минаретов Иерусалима раздаются очень такие красивые песнопения, в которых Девы Марии также упоминаются. И вот такова была судьба этого храма в все практически время владычества мусульман, вплоть до начала XI века, когда султан Аль-Хаким распорядился разрушить в 2009 году святыню гроба Господня и святыню гробницы Божьей Матери. Однако разрушению подверглась только Верхняя Церковь. Нижний храм вот этой крестообразной формы с гробницей Божьей Матери, по счастью, оказался не тронут руками кощунников и сохранился и в последующие времена. Крестоносцы в начале XII века, пользуясь покровительством знаменитой королевы Мелисенды, дочери короля Балдуина II и супруги короля Фулька Анжуйского, сумели восстановить в таком необычайном великолепии вот этот прекрасный храм, который возвышался над тем, что мы сейчас видим, над Нижней Церковью с ее нынешней плоской кровлей, которая когда-то служила полом для этого храма. И по воспоминаниям очевидцев храм был украшен с невероятным просто благолепием, отличался невероятной красотой. Вот та лестница из сорока ступеней, которая теперь ведет из Кедронской долины вниз в гроб Пресвятой Богородицы, она пристроена как раз таки по велениям королевы Мелисенды. В середине где-то этой каменной лестницы находятся две такие небольшие часовни. Одна принадлежит грекам, другая армянам. Вам сейчас скажут, что там погребены праведные Аким и Анна и Иосиф Обручник, так сказать, с одной стороны и с другой. Но это, конечно, будет не совсем правдой. Безусловно, и Аким, и Анна, и, возможно, даже Иосиф Обручник были действительно погребены где-то поблизости от Пресвятой Богородицы. Но сказать, что вот эти часовни являются точным местом их погребения, ну, никак нельзя. Более того, скорее всего, они даже были погребены, ну, где-то намного ближе к гробу Пресвятой Богородицы. На самом деле, вот эти две погребальные часовни, в одной из них была похоронена королева Мелисенда и члены ее семьи. А с другой стороны нашла свое упокоение шведская королева Бутильда, супруга короля Эрика Доброго, такого почитаемого шведами короля, которая некогда совершила паломничество на Святую Землю, и во время этого паломничества умерла. Ну, из благоговения к ней, из уважения к ее такой королевской персоне, она также нашла свое упокоение вот в часовне на лестнице, построенной королевой Мелисендой. Ну, из самого времени постройки совершенно очевидно, что это вряд ли могут быть гробницы Иосифа, Обручника, и уж тем более Иоакима и Иоанны, поэтому прикладываясь к гробам каменным, которые до сих пор там можно видеть, вы все-таки отдавайте себе отчет, что это гроб королевы Мелисенды и королевы Бутильды, а от них не все-таки древняя христианская святыня. Лучше приложиться просто к лежащим там на аналогах иконам. Сейчас этот храм разделен на две части. Половина вот этого древнего крестообразного храма принадлежит православным, а половина принадлежит армянам. Ну, у армян есть и свой небольшой престол, примыкающий прямо к гробу Пресвятой Богородицы. Из числа святынь, которые находятся там же, помимо, собственно, гроба Пресвятой Владычицы, следует упомянуть также замечательную Иерусалимскую икону Божьей Матери. Ее очень часто любят перепечатывать на пострах, и она очень такая популярная, даже на календарях печаталась. Ну, и вообще, так сказать, довольно часто паломники с собой привозят эту прекрасную икону из Иерусалима, даже не зная, что на самом деле это икона русского письма. Она написана вот той самой монахине Сергии, которая похоронена в упоминавшихся нами монастыре Малой Галилеи, духовная дочь отца Серафима Кузнецова. И надо сказать, что с этой иконой связаны такие удивительные тоже какие-то вещи, которые говорят также, в общем-то, и о возможной такой святости самой Матушки Сергии. Потому что когда старцу Паисию, Святогорцу однажды был задан вопрос относительно того, что, ну, как было известно, он был очевидцем явления ему Пресвятой Богородицы. Матерь Божия являлась старцу Паисию, и он ее видел. И вот он был задан вопрос, на кого в своих вот иконах, изображаемых сейчас, Матерь Божия, ну, наиболее похожа чертами своего лица. И вот надо сказать, что старец Паисия назвал именно вот эту Иерусалимскую икону. Он сказал, что Матерь Божия своими чертами больше всего похожа на свое изображение на этой Иерусалимской иконе письма нашей русской монахини в Сергии. Вот такая замечательная святыня находится там, прямо за гробом Престой Богородицы. Вы можете зайти, она стоит в таком отдельном кивоте, как бы вот рядом с горним местом, но туда разрешается заходить. Вы можете пройти и приложиться к этой замечательной Иерусалимской русской святыне. Сама Иерусалимская икона находится в храме святого апостола Иакова, ну, та, которая послужила источником вдохновения Матушки Сергии, то есть это иконография, в храме святого апостола Иакова, который относится к комплексу храмов Воскресения Господня, то есть гроба Господня, там висит в такой тоже, как бы задней части этого храма, висит Иерусалимская так называемая икона, которая тоже, скорее всего, относится к таким южно- или западно-русским письмам и была принесена в Иерусалим отход-то из западной или южной Руси, но в XVI веке, как датируют эту икону. Что же касается верхнего храма, то он опять вынужден был претерпеть такую жестокую судьбу, когда в 1187 году Иерусалим, как мы знаем, довольно долго выдерживал осаду против войск предводителя турок-сюльджуков Салахаддина. Эта осада, в общем-то, была достаточно кровопролитная, разрушительная в ее ходе, сильно пострадали Иерусалимские стены, и поэтому раздосадованный такими разрушениями и необходимостью их восстанавливать Салахаддин дал вот такое вот распоряжение, не очень на самом деле свойственное вообще этому правителю разобрать верхний храм над гробом Престой Богородицы и его камень пустить на заделку стену. Ну, видимо, нужно было заботиться о том, чтобы город выдержал следующие приступы осады крестоносцев возможные, а храм был самым ближайшим таким большим строением, расположенным ближе всего к стенам старого города Иерусалима. И поэтому с тех пор, вот уже с конца XII века, мы вынуждены с вами поклоняться этой святыне вот в таком урезанном виде, частично разрушенном до сих пор виде, к тому же пережившим несколько пожаров, которые окончательно разрушили и закоптили внутреннее убранство и нижнего храма, к сожалению. Но, тем не менее, святыня его до сих пор, как и всегда, сияет для нас таким негасимым, не меркнущим светом, и мы приходим, прикладываемся к гробнице Пресвятой Богородице, предварительно спустившись вниз, в атриум, под которым, надо сказать, находится огромный водосборник, относившийся к этому храму, опирающийся, как говорят, на 35 столпов. А прямо на улице Дерек-Хеброн, улице Хевронской дороги, мы видим такой тоже небольшой памятник в арабском стиле, о котором, ну, поскольку написано на нем все не по-русски, наши грамотные паломники тоже любят рассказывать, что здесь вот якобы на камушке Матерь Божия сидела, или здесь на этот камушек ставили апостолу ее гроб, однако это никоим образом не соответствует действительности. Это памятник XV века, погребен под ним арабский географ и писатель Муджираддин, известный своим трактатом о Иерусалиме и Хевроне и о той дружбе, которая существует между двумя этими городами. Сам он был уроженцем Хеврона, но очень любил Иерусалим и вот оставил такие описания географического характера жизни и обычаев Иерусалима и Хеврона и символичным образом был погребен в самом начале вот этой самой дороги, ведущей в Хеврон. Вот так уж получилось, что это оказалось прямо напротив гробницы Престой Богородицы, однако будем помнить, что этот памятник не имеет к ней ровным счетом никакого такого прямого отношения, а скорее связан с тем, что находится прямо при Хевронской дороге, символически как бы напоминая тем, кто проходит там, а вот этому его труде, посвященному Хеврону и Иерусалиму и их дружбе. Что касается современных, хотя тоже таких достаточно старинных, древних традиций Иерусалимской церкви, то сейчас крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы совершается уже не Сиона, который, к сожалению, лишен православного такого присутствия, по большей части и находится в руках католиков, поэтому теперь праздничные службы в честь успения Пресвятой Богородицы сопровождаются таким символическим шествием, который начинается от места, лежащего прямо напротив гроба Господня, вот буквально через атриум, то есть через внешний двор этого храма, там такая есть небольшая дверка в стене, которая ведет в небольшую уже церковь монастыря, вернее монастырского подворья, который называется Малой Гефсимани, Гефсимани Микрон, и где большую часть года в качестве такой святыни хранится плащаница Пресвятой Владычицы Богородицы, которая затем торжественно в праздновании успения переносится оттуда ко гробу Божьей Матери, на ней совершается служение, как бы вот так вот перекликающаяся по своему уставу с богослужением Страстной Седмицы, и затем в положенное время после окончания празднования возвращается обратно. Надо заметить, что нынешняя весьма драгоценная плащаница, которая участвует в этом перенесении, которая хранится в монастыре, вернее в подворье Гефсиманского монастыря, подарена никем иным, как знаменитой благотворительницей Анны Алексеевны, урожденной графиней Орловой Чесминской, дочери одного из блистательных фаворитов Екатерины Второй, которая огромнейшая, просто доставшаяся ей в наследство состояние ее отца, которая с трудом вообще подчисляла, подвергалась какому-то исчислению, сумела целиком потратить на благотворительность, на украшение православных святынь, в том числе, не только в России, но и на Востоке, в Иерусалиме, на Афоне, вот в частности Иерусалимская церковь и Гефсиманская обитель удостоилась от нее такого богатого вклада, который до сих пор сохраняет наше русское присутствие на святой земле. Сама Анна Алексеевна, надо сказать, оставила себя весьма и весьма скромную часть из всего этого состояния, раздав и всех своих знаменитых орловских и рысаков, которые не столько имеют отношение к городу Орлу, сколько к фамилии ее родителя, и скончала свои дни в иноческом пострижении на скромной мызе, единственном, что осталось у нее после умопомрачительного богатства, сопоставимого с богатством любого из современного европейского государства. Вот, так сказать, к слову о таком русском присутствии на святой земле. Итак, торжественный крестный ход с песнопениями, погребальными в честь успения Божьей Матери совершает вот это свое вне успения перенесения как бы самой причистой девы в виде плащаницы в Гефсиманский монастырь. там совершаются торжественные служения. И вот этот чин Иерусалимской Церкви был заимствован и нашей Русской Православной Церковью, получил очень большую такую популярность и почитание в 19 веке, когда усилилось паломничество на Святую Землю. Ее посетило несколько наших, в том числе, весьма высокообразованных паломников, которые передавали жадно слушающим каждое известие со Святой Земле русским людям любого звания свои впечатления, в том числе о богослужении Иерусалимской Церкви. Поэтому одно из первых, кстати говоря, Троица Сергия Вавра завела у себя вот такое богослужение на успение почину Иерусалимской Церкви, в том числе и в своем гефсиманском скету и другие монастыри и храмы по этому примеру также вели у себя вот этот Иерусалимский чин и сейчас это уже совершается в нашей Церкви практически повсеместно, когда совершается чин погребения Престой Богородицы, благодаря которому мы с вами как бы оказываемся в Священном Иерусалиме, оказываемся в ряду тех, кто со времен Святых Апостолов совершает вот это перенесение тела Пречистой Девы к месту ее последнего земного пристанища, однако, как в общем-то мы знаем, не последнего из тех мест, которые Матерь Божия посещает уже в своем загробном, в своем духовном райском существовании, продолжая всячески опекать оставленную ее Церковь, духовное тело ее Сына и Бога Господа нашего Иисуса Христа. И вот это то, что Матерь Божия в успении своего нас не оставляет, мы как великую радость продолжаем возвещать в дни этого великого праздника, где бы мы с вами не находились, будь то Москва, Иерусалим, Дальний Восток или любая другая точка, где сейчас православные христиане продолжают совершать попразднество любимейшего и величайшего праздника Успения Пресвятой Владычицы Богородицы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...